Дорожные движения В Черкесске торжественно открыли традиционный фестиваль музыки и науки выше звука. Какие произведения можно было услышать в амфитеатре Черкеска? В Черкесии между региональными отделениями политических партий, общественными объединениями и муниципалитетами республики при проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Подробнее Алихан Лепшоков. Это тесное взаимодействие позволит нам провести большую работу в единый день голосования. И я уверена, что каждый из нас несет свой вклад, что выборы прошли у нас без каких-либо нарушений, отметила председатель общественной палаты Карачаева Черкесии Елена Ляшова. В рамках этого подписанного соглашения проводятся взаимные консультации, посвященные участию представителей сторон в наблюдении за голосованием, обменом опытом и совместной информационной деятельностью. Вы знаете, что общественная палата открыта, и мы тесно взаимодействуем с нашими партиями, и мы очень благодарны представителям партий, руководителям региональных отделений, потому что для нас очень важно, что общественная палата, как вы знаете, не стоит в стороне избирательного процесса. Но мы понимаем, что вы главные, одни из главных участников данного избирательного процесса. После представителей пяти политических партий подписали соглашение с общественной палатой республики. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам достигнуть хороших результатов, чтобы выборы были демократичными, отмечали собравшиеся. Подписание соглашения проходит в достаточно дружеской обстановке. Я высоко оцениваю всегда работу и деятельность общественной палаты, потому что это такая организация, которая отражает все те чаяния, которые находятся у людей. И слаженная работа, конечно же, помогает реализовать многие задачи и многие проблемы решить. Также прошло подписание соглашения общественной палаты с представителями общественных объединений и НКО. Во время заседания подписи поставили представители 23 организаций. Только общими усилиями взаимодействия мы сможем обеспечить участие представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием в выборах. 2 числа, 2 августа член Совета при президенте Брод Александр Семенович проводил круглый стол и он сказал о том, что 47 общественных организаций по России заключили вот такие соглашения с общественной палатой России и назвал в числе первых Федерацию независимых профсоюзов России, потому что это самая многочисленная общественная организация, которая объединяет более 20 миллионов человек. Естественно, в республике тоже это самая многочисленная общественная организация. Помимо этого подписали соглашение о сотрудничестве взаимодействия между общественной палатой, общественными советами, муниципальных районов и городских округов. Альхан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Из каждой десятки автобусов Черкеска до четырех единиц городского общественного транспорта чуть ли не ежедневно сходят с маршрутов по вине пассажиров. Можно ли как-то повлиять на излишне потребительское отношение к создаваемому для людей комфорту, выяснял корреспондент Артур Мхце. Общественный транспорт региональной столицы с незавидной периодичностью приходит в негодность по вине вандалов. С какой целью пассажиры всеми силами стараются оставить о своей поездке недобрую память, непонятно. Однако чуть ли не ежедневно из каждой десятки автобусов по четыре затем приходится снимать с маршрутов и отправлять на ремонт. Стены испещрены надписями сиденья и подлокотники порваны, достается молоточком, огнетушителем и тонировки. Автобус новый, ну где-то с полгода в обслуживании. Давайте вот, пожалуйста, вот место покажем вам. Это написано место для инвалидной. Здесь люди заходят, это прислоняется спиной, там, ну если у них груз есть, становится, пожалуйста, порван. Это не инвалид сделал, это кто-то из молодёжи сделал. Вот посмотрите, здесь должно быть два молоточка, это про пожарные, одно уже нет. Люди порой жалуются, что не могут дождаться того или иного автобуса. Представители городского автотранспортного предприятия стараются находить альтернативные варианты. Но если сразу несколько средств передвижения отправляются на восстановление, оперативно что-то придумать для их замены крайне сложно. Выход сотрудники АТП ищут в профилактических беседах с пассажирами. Служба у нас контролёры, начальник эксплуатации, начальник, вот так мы выезжали, ребят, детей предупреждали. Пожалуйста, ведите себя поскорее. У нас работают камеры. Завтра, если кто-то придёт к вашему родину, скажет, вот ваш сын или дочь это натворил, им будет стыдно. Вот такой воспитатель тоже работа идёт. Но это зависит от самих и детей, и родителей. Пускай скажут, что это транспорт. Мало ли что. И не только в транспорте, ваше поведение у людей должно быть совсем другое. Пользование общественным транспортом – это не только про комфорт, но и про ответственность. Если пассажиры хотят своевременно добираться автобусом или троллейбусом до точки назначения, они должны бережно относиться к тому, что работает для них. А также не отвлекать водителей во время движения по маршруту во избежание происшествий на проезжей части. Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Безопасность на дорогах – общая забота. Несомненно, все участники дорожного движения должны помнить, что соблюдение правил как водителям, так и пешеходам в равной степени обязательно. В зоне риска может оказаться каждый. В целях снижения количества аварий на дорогах сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии проводят профилактические мероприятия. Очередную по теме «Пешеход» провели в Усть-Жигуте. Смотрите подробности. Мероприятие «Пешеход» проводится у госавтоинспекции в целях повышения культуры пользования пешеходным переходом. Серьезно с темы понимают не только взрослые, но и юные участники дорожного движения. С детства через личный пример родителя учатся осторожности и вниманию на дорогах. С детства мы учили, как переходить дорогу. Переходят, когда остановятся машины, и надо переходить дорогу. Важно переходить дорогу через пешеходы, потому что это специальное место, чтобы переходить. Ты должен сначала стать с велосипеда, посмотреть по сторонам, и вот тогда только переходишь. Меня учила бабушка кататься, и я, наверное, учился одеть в пять. А потом уже мне отец купил книжку, когда с этим велосипедом. И вот я учил понемножку, отправил дорожное движение. На территории республики уже за первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 17 человек получили ранения различной степени тяжести, и два человека погибли. К сожалению, уже в этом месяце на данной федеральной автодороге у нас случилось дорожно-транспортное происшествие с наездом на несовершеннолетнего пешехода, который получил ранения различной степени тяжести. Находится сейчас в авторитетском учреждении. Аварий на дорогах с участием пешеходов можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Согласно статистике, большинство ДТП происходит из-за их нарушения. Садясь за руль автомобиля, мы в первую очередь должны соблюдать правила дорожного движения. Но также правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Они выбегают даже в неположенном месте. Даже если на пешеходном переходе, они его неправильно переходят. Даже сейчас поставили светофоры, которые вот с кнопочками. Они их не нажимая бегут. Это очень большая проблема. Перелазят через ограждения, которые разделяют трассу. Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из главных задач госавтоинспекторов. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести их последствия, госавтоинспекция республики на постоянной основе организовывает профилактические мероприятия. Они проводятся на маршрутах патрулирования. Прежде всего, наша задача, задача госавтоинспекции – это предотвращение дорожного транспорта в происшествии, ввиду чего мы проводим профилактические беседы с водителями. Хочется обратиться как к пешеходам, так и к водителям, чтобы они в обязательном порядке соблюдали правила дорожного движения, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть исключительно в местах, где это разрешается. А водители, в свою очередь, соблюдали требования правил дорожного движения Российской Федерации уступать дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом движения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карчаево-Черкесия, Ужигтинский район. Язык любого народа является единственным полноценным ключом к огромному духовно-культурному богатству, накопленному за векой тысячелетия. Но без новых поколений, способных не только излагаться, но и глубоко понимать родную речь, преимственность обречена оборваться навсегда. В Черкесске состояло заседание Карачаевской секции Республиканского отделения Союза с писателей России. О повестке и предложениях расскажет Ахмат Халкетчев. На повестке собрания пять вопросов. Это роль критики в развитии художественной литературы, организации литобъединений в городах и районах республики, рассматривание заявлений о приеме новых членов, организация кассы взаимопомощи и избрание ревкомиссии. Первым докладом рабочую часть заседания открыл народный писатель Карачаева-Черкесии, литературный критик Азимагомед Патеркулов. Проблемам сбережения сознания и чистоту нетленной души, не греш надеяться, адресованы все наши с вами профессиональные усилия искания собрания. В свою очередь, председатель регионального отделения Союза писателей России Ислам Хубеев особо отметил, что речь идет не о цензуре. Давно садрела необходимость выводить творчество современных авторов на новый, современный уровень, подытожил он. Талантливый человек может писать хорошие произведения, стихи, но это не значит, что они выполнены профессионально. И в этом случае талантливому человеку нужно оказывать помощь. Высокую степень поводотворности и обсуждений в данном формате отметили все собравшиеся. Жизненно важную роль местных лет объединений в деле не только сохранения, но и развития литературного языка подчеркнула и руководитель главного кратчайского печатного органа Салима Каркмазова. Работы много. Сегодня определили по районам, прям ответственные определились. И будем с районами работать, работать в плане того, чтобы выявлять новых молодых писателей. Потому что в нынешних условиях мы знаем и осознаем, что язык, к сожалению, уходит. Довольно эмоциональным получилось выступление члена секции заслуженного журналиста Карачаева Черкесии Хусея Какушева. Он обратил внимание на то, что качественная литературная критика для произведений на карачаевском языке была лишь до начала второй половины прошлого столетия. Была хорошая до 70-х годов литературная критика. Там была осмыслена вся литературная жизнь, литература сама полностью осмыслена и довоенная, и послевоенная. А после этого вот упустили этот момент. И мы не знаем, в каком мы положении, наша литература, какие силы у нас, куда мы идем. Еще весьма позитивную новость в литературной жизни республики поведал Ислам Хубеев. С начала текущего года оригинальным отделением Союза писателей России при активной поддержке республиканского Минкульта шла подготовка к печати литературного альмонарха. В сборнике будет представлено творчество всех современных авторов Карачаевой Черкесии, состоящих в Союзе писателей. Ахмад Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Выше звука. По таким названиям в республике стартовал третий ежегодный фестиваль музыки и науки. Старт мероприятия дал концерт на площадке летнего амфитеатра на Зеленом острове Черкеска. Зрители приветствовали музыканты оркестра Альтерсона и одни из лучших солистов страны. Игорь Горностаев, Артур Назиулин, Александр Бахарев и Аяка Танаба. Подробности у Али Баташева. Ария Тореадора из оперы Кармен. Ликующий баритон Игоря Горностаева под аккомпанемент оркестра Альтерсона. Восторженные аплодисменты публики. На сцене лучшие образцы русской и зарубежной классики. А она всегда актуальна, способна взволновать душу и подарить эстетическое наслаждение, говорит ведущий солист Воронежского государственного театра оперы и балета. Я хочу сдать заряд энергии, положительной энергии. Надеюсь, что она снимет все зажимы, все нехорошее, что в душах людей творится. Потому что музыка, она творит чудеса. Задача музыканта – зажечь огонь в сердцах зрителя. Если у него это получается, то музыкант хороший. Времена года, лето в Буэнос-Айресе. Бессмертный шедевр Астера Пьет Соло прозвучал в исполнении музыканта. Народного артиста Республики Башкортостан Артура Назиулина. Страстная аргентинская танго, где звуки кларнета придают особое очарование музыкальному произведению. Изумительный инструмент, который самый яркий из духовых. Он, безусловно, солирующий инструмент и самый солирующий из духовых инструментов. Ну и вообще, самая романтичная и трогательная музыка звучит, конечно, из уст кларнета. Для Александра Бахарева лучший любимый инструмент – труба. А для скрипачки Аяк-Атанабе – скрипка. Эти участники фестиваля показали виртуозное владение этими инструментами. Александр – солист филармонического оркестра России. Под управлением Владимира Спивакова Аяк-Атанабе – артистка государственного квартета имени Глинки. В концерте прозвучали произведения и современных авторов Сергея Багаурия с Владикавказа и Юрия Абдокова из Карачаева, Черкесии. Я первый раз пришла, мне очень понравилось. Теперь будете посещать концерты классические музыки? Да, теперь будем ходить постоянно. Очень понравилось. Организаторы фестиваля – фонд «Будущее время». В этом году он посвящен теме исследования народного фольклора. Зрители ожидают порядка 30 встреч с учеными и музыкантами, которые пройдут на разных площадках Карачаева, Черкесии. Наш фестиваль приносит нам много радости в течение этой недели и в будущем. Пусть он дает нам силы для новых свершений и уверенного движения ко всему самому прекрасному, что дает нам наш удивительный мир. Завершится фестиваль 12 августа. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Далее смотрите интервью с генеральным директором управляющей компании «Архыз» групп компании «Монтера» Романом Керанчуком. С ним беседует Альбина Ламкова. А я с вами прощаюсь.